Здравствуйте, дорогие друзья! Я недавно побывал в городе Зарайске. Замечательный такой подмосковный город. И, в общем-то, он такой тихий, маленький, уютный для туризма, мне кажется. Сейчас я вам покажу отчет об этой поездке. Когда вы подъезжаете к Зарайску, со стороны Луховицы съезжаете, с той стороны, то перед Зарайском выезжаете на Большую гору, а тут начинаете спуск. Гора – это замечательно. Замечательно в нашей истории, в доисторической истории. Тут было, наверное, самое первое поселение людей в наших местах в момент окончания Ледникового периода. Там как раз древняя стоянка человека. Ее открыли только в начале 2000-х годов, то есть уже в 21 веке. До этого там ничего подобного не было. И, кстати говоря, местный музей еще, так сказать, просил в старые времена помочь ему образцами. Говорит, в Рязани больше, чем достаточно всяких этих древних артефактов пришлите нам для экспозиции. Ну, а тут свои, такого уровня. Ну, в общем, это было сенсационное открытие в свое время. Дело в том, что эта стоянка функционировала в то время еще, когда, ну, практически тут жить-то было практически невозможно. До дна промерзали все водоемы зимой. В них не было ни рыбы, ни ракообразных, поэтому. То есть чем питаться, непонятно. А питали, там песцы бегали. И тем не менее, это люди, в этот момент, которые жили, они делали скульптуру. Они делали украшения из зубов этих хищных, хищников, песцов вот этих мелких. Ну, вот, чем они питались, трудно сказать. Скорее всего, как нам картинки рисуют, как они выкопали яму, туда вставили, значит, заостренные коли, заостренные бревна кверху, сверху сделали помост из бревен, и мамонты туда заманили. Он провалился и на эти бревна наколол. Тут они набегают с этими самыми, с огромными палками, и начинают забивать этого несчастного мамонта. Ну, вот, представьте себе, замерзший грунт, мерзлотающий, не оттаивший, и где они взяли деревья, непонятно. Вот, и как они это откопали, где они взяли деревья, чем замаскировали. Ну, это, в общем, из области, так сказать, легенд, да. Понятное дело, что тогда никакой такой охоты быть не могло. Вот, ну, вот, но люди, тем не менее, жили и занимались искусством. Представляете, какие были. Вот, что их сюда заставило прийти в свое время, это непонятно, потому что были в то время более благоприятные места для жизни. Ну, видно, там были люди, которые лучше хотели, хотели больше там жить, да. И вот такие вот предки ныне живущего тут населения, а это, видимо, было все-таки финно-угорское население, не славянское еще, до славянское финно-угорское население. Ну, вот оно такое спокойное, робкое, не хотело никого обидеть. Ну, ладно, мы отойдем, мы уйдем, живите вы тут в тепле, да. Вот такая вот история. И вот на этой горе во время Великой Отечественной войны стояла радиолокационная станция, которая как раз использовалась в противовоздушной обороне Москвы в ту пору. Вот такие вот дела. Ну, вот, ну, первой целью нашего посещения был музей Голубкиной. Да, Голубкиной. Скульптора известного. Ну, сейчас буду вам показывать картинки. Вот, на подходе, да, он как-то находится между домами. Он через улицу у него есть, конечно, вход, а мы тут между домами где-то зашли, там такой плетень, вот, изображающий какую-то такую вот старину невозможную. Он весь такой покрытый какими-то мелкими грибками. На нем еще стоят вот эти вот чугунки, да, сушатся. Вот там крынка, да, вот, вот такие вот дела, да. Тут не знаю, что за погреб, что ли, какой-то закрыт был. А это вот из внутренней стороны вид на вход с парадной улицы. А вот там, напротив, дом такой, видите, большой красный дом. Это суд. Билеты, оказывается, можно купить и онлайн, и в социальных сетях они есть. Это вот тот самый, ну, подразделение музея, да. Музея, так сказать, Зарайского Кремля. Это не в Кремле, это музей, значит, скульптора. Да, да, музей скульптора. Счастливый же этот город Зарайск, когда в нем рождаются такие огородницы, написал Розанов. Дело в том, что вот этот великий скульптор, она происходила из семьи огородников. Кстати говоря, моя прабабушка Ольга Кузьменична, она была тоже огородницей, да, вот. И вот, а тут тоже были огородники. Ее предок был крепостной, и он выкупился где-то в 40-х годах, по-моему, 19 века из крепостной зависимости и переехал в Зарайск, занимался огородничеством, ну, то есть выращивал на огороде овощи и продавал. А, значит, его дочь стала скульптором, она училась, получила образование в Зарайске, потом училась в Москве и училась в Петербурге. Так что, как видите, училась, простите, в Париже, у самого Родена. Так что, как видите, в те времена, в общем-то говоря, человек, как это, в мире шахмат, пешка может выйти, если тренируется в ферзи. Ну, я это очень хорошо знаю и, простите меня, помню, моя, так сказать, ну, как это, родовая память, что ли, да, я ведь 54-го года рождения, а бабушка моя, с которой я много общался, она 88-го года рождения, 1800. Вот, мама моя 13-го года рождения, ну, все те еще, дореволюционного производства. Ну, и, в принципе говоря, до революции рабочий человек жил очень даже неплохо, очень даже неплохо, зарплата была хорошая, все было в магазине, понимаете, все можно было купить, что душа твоя пожелает, лишь бы пожелала душа. Да, это вот, ну, скажем так, инструмент скульптора и книжка Голубкиной, значит, несколько слов о ремесле скульптора. Вот, книжка 1937-го года, если не ошибаюсь, вот, тех еще времен, 30-х годов. А это вот ее такая вот камея, ее работа. Иисус Христос, как вы сами понимаете, это он, да. Он, правда, на фотографии здесь, как видите, да, он в Третьяковке находится. Березка Голубкиной, 27-й год, вот она стоит, вот такая березка стоит, 27-й год. А это баран, бараны. Вот они такие, очень, очень такие натурально. Вот этот баран на моего кота Ландао похож. У него тоже такой горбатый нос и грустные, грустные, серьезные глаза. В музее там был портрет некого Черткова. Чертков – это, ну, скажем так, ближайший сотрудник, покровитель и распорядитель в момент смертного часа Льва Николаевича Толстого. Тот самый, который не допустил к нему священника, значит, перед смертью. Вот он этим знаменит. Ну, вот, к сожалению, там был его портрет 26-го года, но я его почему-то не сфотографировал. А это вот, так сказать, детские портреты. Портрет некоего Дмитрия Щепочкина. Там у него много портретов из, так сказать, ее соседей. Сейчас я вам покажу. Вот макет памятника Островского. Островскому она сделала, значит, на конкурс. Вот это конкурсный проект был. Тот самый памятник Островскому, который находится перед входом в Московский малый театр. Но там она получила второе место заняла. Вот первое место заняла какой-то мужчина. Ну, все-таки, ну, как это может быть? Зачем это женщине? Да, давать. Да, нехорошо, нехорошо, нехорошо. Вот. Это вот различные портреты. Тут Андрей Белый внизу и другие фигуры. Не знаю, фотографии. А это вот тот самый памятник Островскому, который получил только второе место. Алексей Толстой, писатель. Апостол Петр. Не знаю, для какого делалось это слепок, для какой церкви. Я не знаю. Ну, вот он тут у них хранится. Продетель императора Александра Второго Освободителя. Он сделан в 1902 году, еще при старом режиме. Обратите внимание, значит, это Иисус Христос. Он выполнен для надгробия ее матери. Но, по-моему, надгробие ее матери так и не выполнено с таким Иисусом Христом. Карл Маркс, этюд к портрету, 1905 год. Как видите, еще до революции ее интересовал Карл Маркс. Да, пожалуйста. А это ее соседка, которая всегда смотрела на нее из окна, подглядывала. Вот она, это такая соседочка, да. Рот такой узкий, как скважина. Взгляд постоянно немножко осуждающий такой. Очень яркая фигура, правда? Да, и вот тут еще раб. Где он тут, раб-то? Неужели я вырезал раба? Вот он, раб. Раб называется. Такая вот у нее фигура. Очень похожа на такого, знаете, вот. Видно, что ничего, кроме работы, у него нет. Никакой внутренней жизни богатой нет. И ты как понимаешь, как хочешь. Можно назвать какой-нибудь там дикий, чернорабочий, еще как-нибудь. По-любому может называть, но у нее называется раб. Вот. Вот разного рода портреты здесь, смотрите. А вот пейзаж Зарайска, так называется. Это, видно, не знаю, чем это написано. Углем или чем. Обратите внимание, это вот сцена из тогдашней жизни. Эти сцены регулярно потрясали людей. Это вот везла-везла лошадь из последних сил и пала. Все, вот она, пала лошадь. У нас, когда отказала машина, сломался автомобиль, это, как воспринимается, как неприятность, но можно и починить. А это вот работала, работала до конца лошадь. Это она живое существо. Она таскала, ее заставляли, били. В конце уже все, нет сил. Она умерла. И вот такая вот ее жизнь все время заставляет до тех пор, пока не умрется. Она даже не похожа на того раба. Просто она упала, а рядом человек. Он видит у нее такое относительно сочувствующее, но, скорее всего, этот человек просто ее хозяин. Вот она пала. Он сочувствует сам себе. Теперь некого заставлять ему возить груз. Да. Кстати, ее батюшка был из старобрядцев. Такой очень серьезный. А эта картинка письмо называется. Вот такой вот. Борельеф. Вот видите, письмо принесли. Вы улыбается, а девочка хочет его забрать. Но, кстати, девочка, интересно, у нее вместо руки, как стержень, помните, был такой терминатор, часть вторая. Там был такой злой терминатор, жидко-металлический. У нее иногда вырастала такая вдруг пронзающая все конечность. Вот там у них такой термометр стоит. Вот зафиксировала температуру 25,2 градуса. 47 процентов влажность. Вот так вот. Вот такие вот дела. Вот общий вид этой комнатки первого этажа. А на втором этаже там воссозданы жилые помещения. Министерство культуры благодарственное письмо написало. И рядом с ним стоит вот этот вот объект, подставочка такая. Я постучал по ней костяшками пальцев. Металлическая, по всей видимости. Целая портретная галерея родственников Голубкина. Это вот Александра Семеновна Голубкина, сестра ее. Любовь Семеновна, сестра ее. Любовь Семеновна Голубкина, сестра в другом виде. А что-то я много раз ее снял, получилось. А это вот Николай, старший брат, стоит. Видимо, рядом то ли с отцом, то ли с дедом. Семен Семенович Голубкин, брат Голубкины. Народный театр в Зарайске, начало 20 века. В ту пору очень принято было всякие театральные постановки. Культурные люди обыгрывали, разыгрывали пьесы. Это сейчас у нас есть телевидение, есть кино. А раньше, ну, в общем-то говоря, кино это был, так сказать, такой не очень интеллектуальный аттракцион. Театр должен был еще приехать на гастроли. А так люди сами играли театр, сами устраивали представления. Семейный театр был. Вот братья моей бабушки устраивали какую-то пьесу. Там пьеса Гауптмана «Утонувший колокол». Вот. И там, значит, из... Моя мама помнит, что там из-за этого самого из колодца вылезало какое-то чудище и говорил «Куляс Брекекес». Вот это был... Ее только этот эпизод запомнил, про «Затонувший колокол». Но тут вот тоже Народный театр в Зарайске. Там ваза «Голубкиный туман». Это в разных ее ракурсах, ее работы. Вот той раскладушечки. Комод. Такой симпатичный комод. Примерно такой же был у моей бабушки, только в другой цвет покрашенный. Как будто только ушла, висит пальто того и той эпохи. Вот так тогда было традиционно, развешивались картины. Вот в доме моей прабабушки, в которой жил потом брат моей бабушки. Вот там тоже на стенках в рамочках висели фотографии. Сейчас это делаю в компьютере, у нас фотографии хранятся. Когда-то немножко перед этим совсем недавно это были альбомы. А сейчас это на стене развешиваются фотографии. Вот уголок со швейной машинкой. Вот. И тут старшая сестра, видимо, жила ее в этой комнате. Скорее всего. Сад и огород. Помните, сейчас тоже такие же издания есть. Сочинение Гоголя. Какая лампа интересная. Ну, она когда-то была керансидована, сейчас у нее вставлена обычная лампа. Ну, замечательная лампа, на самом деле. Буфет с резными дверками. А это вот, это чугунина для печи, да. Вот там дверки, там, соответственно, внутри есть колосники. Все, что положено, да. Вот такая литая, художественная. Тогда было так принято. Ну, а за окном тот самый городской суд. И часы, и цветы. А это портрет матери Голубкиной. Вот она, портрет Голубкиной, матери скульптора. А это метрическая запись о рождении самой Анны Семеновны Голубкиной. Из метрической книги города Зарайска, 64-й год. Она родилась в 1864 году. Вот, за 24 года до моей бабушки, да. То есть, она радикально старше ее была. Это, в это рубашечка для крещения. Ну, тут написано, свивальник 19 века. В ней крестили Голубкиной или не в ней, неизвестно. Но часто такие, урода, для первого выхода, собственно, в свет, платьицы сохранялись иногда. Ну, я не могу сказать. Тут не сказано ничего, что это ее было. Вот такая вот складная иконка, да. Архангел, Михаил, по-моему, справа, да. Иисус Христос и Богоматерь. А это вот барельеф для клада Евангелия. Вот ей и выполнен барельеф. Это тонированный гипс. Голубкины, выходцы из крепостных крестьян. Вот они, где-то ее был. То есть, отец ее, соответственно, был. Где он там есть? Отец, глава семьи Поликарп Сидорович, да, приехал в Зарайск. Приобрел дом на окраине улицы Михайловской. Занялся огородническим делом. Пусть смерти сына вместе с Екатериной Яковлевной Голубкиной, она, он растил осиротевших внуков, фактически заменив им отца. То есть, он был, как бы сказать, ее воспитателем. Очень был набужный и справедливый. Это его портрет. Такой вот. Иконописный такой человек. Вот так когда-то выглядел их дом в начале века прошлого. Ну, сто с лишним лет назад, 115. А сейчас в нем музей, пожалуйста. Потолки деревянные. Видимо, все-таки это некая имитация, скорее всего. Ну, и вот. Вот так он выглядит с улицы, этот музей. Погулка по улицам Зарайска весьма интересная. Он сейчас стал такой город маленький. И сразу видно, он достаточно обжитой. Видите, симпатичные дома, симпатичная архитектура, малоэтажная застройка. Вот здесь сверху на фронтоне просится какая-нибудь лепнина или какое-нибудь изображение. Или хотя бы какое-нибудь окно. Но, видимо, когда-то это была лепнина. Теперь ее нет. Что за лепнина была? Что там изображалось? Я не знаю. Наверное, что-нибудь, которое сочли неуместным. То ли что-нибудь контрреволюционное, дореволюционное. То ли, может быть, Сталин там был, его убрали. Это теперь сказать трудно. Симпатичные домики в этом городе. Он только привлекает очень. Вот сидите там потихонечку и живите. Ну, вот те, кто работает дистанционно, там могли бы жить. Сейчас, правда, они кинулись в релокацию, чтобы хварьбу не призвали. Да. Так вот здесь, пожалуйста, живите, казалось. Да. А тут вот подходишь. А там такой вот разваливающийся дом. Это, на самом деле, по-моему, это обувная фабрика. Зарайская. Там что-то там работает, а что-то разваливается. И очень мне это напомнило такую руину. Вот помните, я рассказывал вам про Рим. Дождь кончился, но камни мокрые. Вот это как раз было примерно в тех местах. Это когда вот от Колизеи наверх поднимаешься, и там такие же вот. Но там развалили еще при древнем римском режиме эти развалины. Это вот с тех пор они стоят. Ну, а может быть, чуть позже. Но все равно это совсем давнишние развалины. Вот, помните. Дождь потом еще раз это повторил. С другой интонацией. Дождь кончился, но камни мокрые. Ну, и, соответственно, два лишних дня гулял по Риму. Дождь кончился. Хотя камни были мокрые. Так, дождь кончился, но камни мокрые. Кафушка тут такая замечательная. Можно поесть. Там тортики продаются. Но мне тортик не досталось, конечно. Ну, вот милый. Вот кепочка моя. Вот билет, который в Зарайском Кремле продает. Проза называется. Пекарня кулинарии. Зарайский, как там называется-то? Хлебокомбинат. Проза. Вот под этим брендом Проза у них продают шикарные торты. Это место такое интересное. Тут вот можно поиграть в теннис настольный, а тут шахматы. Вот так вот это сделано. Красиво сделано. Правда, как видите, никого нет. Вот домик. Стоит себе и стоит. Жилой дом. Ну, видимо, на реконструкции. Вот она, руина производственная. А здесь, наверное, раньше что-то было, типа войсковой части, что ли? Плат, чтобы ходить. Вот там турники, чтобы тренироваться. Может быть, ДОСАФ был. Может, что еще. Ну, решили, что армию надо сокращать. Не нужна она. Воевать нам не с кем. А вот тут вот вместо забора просто, так сказать, фасад дома. Вот там у меня и не получилось, но вот окна завешаны, а за этими завешанными окнами просто двор. Тот самый вот продолжение его. Да. Детская школа искусства имени Голубкиной, Анны Голубкиной. Вот видите, какая старинная школа. Там еще что-то нацарапано на камнях. Симпатичные постройки храм. Рядом с храмом огромное захоронение. Там несколько сотен человек похоронено. Это дела давно минувших дней, начало 17 века, когда была война с поляками. Ну, и вообще не только с поляками, а вообще со всеми желающими захватить, тут покомандовать, пограбить. С украинскими казаками, в частности. Ну, вот тут три памятника. Один памятник рязанцам. Ну, давайте почитаем. Это вот, например, арзамасцам. Там были воины из Арзамаса. Были воины из Рязани. А тут общий такой защитникам города Зараз, хаспольских захватчиков. И вот тут русским ратникам-рязанцам, за родину голову сложившимся. А сверху герб в Рязани. Князь Олег с мечом. Великий князь Олег. На этот холм могильный. Это могильный холм, курган. Тут похоронены сотни людей. Вот такой вот вход небольшой. Страва пострижена. Все как положено. Ну, вот иконостас в храме. Да, и вот это вот список. С иконы знаменитой, чудотворной иконы, которая называется Никола Зарайский. Николай Угодник, или он же Никола Чудотворец. Николай Мерликийский. Чудотворец Мерликийский. Из Мерликийских. Икон, значит, отличается икона Николы Зарайского тем, что он в руке держит книгу. Ну, то есть, видимо, Евангелие или Библию. А есть еще Никола Мажайский. Там он держит меч. Вот. Вот как-то легко их отличить для подружки. Милый такой вот клумбочка при входе. Может, там под ней раньше могилы были неизвестные. Это, оказывается, Благовещенская церковь. Память к архитектуре XVIII века. Охраняется государством. Но государство не смогло сохранить это достояние народа. Даже плита треснула. А тут вот вдоль храма росли вот эти вот, как это называется-то, деревья. Их вырубили и свалили в кучу. Дом жилой. Начало XX века. Вот он, дом жилой. Он на ремонте, между прочим. И тут вот замечательные глубокие подвалы. Там вот какая-то ниша, окно. Да, там были окна. Это все залило, залило. Дома так строятся, так симпатичные. Это вот к улице Карла Маркса. Они растут по солнцу. Вот такая интересная приставочка к дому. Огород круглый год. Сидит кот. Похож на нашего Левенбука. Но не Левенбук, это точно. Левенбук дома. Так, пекарня, медоварня, сыроварня. И тут написано, что колбаса по рецепту 1938 года. Хорошо, не что не 1937. Вот. Памятник зарайцам, погибшим во время войны. Кстати, в Зарайске на короткое время были немцы во время войны. А вот там, в далеке перспективе, башня поднапорная, в ней мы не были, к сожалению. Но вот она есть. В прошлый раз мы там были, а сейчас не были. Так, Зарайский Кремль. Вот старинные фотографии его. И такая, некий набросок схемки. Вот там сейчас идет ремонт. Интересно, вот чтобы не расползалось, все это окружено металлическим таким заборчиком. Видите? И вот там вот с той стороны уже за этим заборчиком уложили каменную плитку. Вот такие каменные кирпичики, скажем так. Каменные блоки мы вымыстили. Много там таких вот висит стендов. Вот проглядывает Зарайский Кремль. Это, наверное, в Московской области крупнейших полностью сохранившихся Кремлей. Даже Московский Кремль, он и то ведь частично был разрушен, потом был восстановлен. А это вот изначально как построили, так и стоит. Да, Кремль Зарайский. Там Дмитрий Пожарский был. Дмитрий Михайлович Пожарский. Какое-то время был воеводой. Вот. Так видно с тысячи... Что там? Никольские ворота. А, это постройка 1531 года. Он был, конечно, позже. Ну, конечно, Дмитрий Михайлович Пожарского все знают. Особенно интересный момент, как он вместе с Мининым победил. А потом его от власти потихонечку отстранили. Даже у Минина всю жизнь был потом, вы не поверите. Ну, как сказать, современным языком, так сказать, кабинет был в Кремле всю жизнь. Он там был. Ну, соответственно, дворянство, дворянином он стал. Вот. А Пожарского так в сторону, в сторону. Хотя, в принципе, он-то должен был бы быть царем. Но оказалось, что вот маленький мальчик... Миша Романов стал. А папа его потом приехал, стал командовать. Великий государь был. Значит, обороты, через которые пройти... Ну, все по науке сделано. Вот тут вот опускалась решетка. То есть, фиг прорвешься. Изнутри. Это Кремль. Там, кстати говоря, вот эта вот мемориальная доска говорит о том, что во время войны здесь сформировались артиллерийские части. Храм на территории. Тут вот, кстати, в этом храме, по-моему, есть тот самый чудотворная икона. Вот она. Николай Угодника, Никола Зарайский. Вот. А это... Серафим Саровский. Это прославленный во времена... Во времена Николая Второго. Святой. Он стал же святым. Прославили его. После этого, кстати говоря, вскоре у него родился наследник. Но больной, к сожалению. Вот когда он был прославлен... Ну, чем он там знаменит? Ну, ведь жил в лесу. Медведя кормил. Вот. И моя бабушка-то такая была свободных взглядов, очень, видимо, на эту тему. Говорит, ну, подумаешь, говорит, и я бы смогла в лесу жить. И вы знаете, действительно, прошло время. Наступил 37-й год. Она смогла жить в лесу именно в тех местах. Вернувшись из мест не столь отдаленных, она купила икону Серафима Саровского. Вот. А вот это вот под этим навесом три креста стоят каменные. Очень печально, что их так вот сделали там на непонятном, теперь уже в старославянском языке написано. Когда я первый раз был в Зарайске, было это дело, наверное, в конце 90-х, мы с дочерью были, там стояло три деревянных креста, и, соответственно, ясно было, кому они посвящены, какому событию. Памятник князьям Федору, Евпроксине и Иоанну. Князь Федор – это сын рязанского князя, а Евпроксине – его жена, а Иоанн, соответственно, внук рязанского князя, но все они, значит, не княжичи. И вот тут они похоронены, эти три человека. Это единственный, между прочим, памятник на всей территории России, посвященный геноциду нашего населения, который учинили во время нашествия Батыя. Обратите внимание, что в ту пору они не только здесь, вот здесь хоть кто-то уцелел, а на юге, там Киев, все это было полностью обезлюдено. Это были необитаемые земли, и они оставались необитаемы вплоть до того момента, когда Тимур, он же Тамерлан, такой завоеватель, не уничтожил Золотую Орду. И после этого те места стали заселяться, те места назывались Украинами, Украя. Украина назывался и Пермь, Украина все называлось, все это называлось Украиной. Вот памятник. Да, кстати говоря, внизу написано еще по-китайски. Интересно, потому что в этой армии сами по себе китайцы считают Чингисхана китайским полководцем, потому что он же как-то был китайским предводителем, императором, власть-то захватил в Китае он, а Баты был его внучек. Вот, дескать, китайцы. Да, и специалисты, осадные специалисты, все вот этих огненных дел мастера, все это были китайцы. Вот интересно, как они это воспринимают? То есть это то, что китайцы устраивали геноцид здесь в 1937 год зимой. Киев был несколько позже. Следующий заход уничтожен. Он в 1941 году, 1200. Печалька, печалька. Не помним мы этого имя. Не помним. Не помним. Нехорошо это. И церковь наша это как-то никак не отмечает. Нехорошо. Вот этот храм недавно, значит, видно, его отреставрировали снаружи. Теперь на очереди внутри создать соответствующее убранство. Ну, вот тут вот, вне вверху. Сейчас я покажу вам. О, ну вот у меня есть другая фотография. Попозже она будет. Тут такое всевидящее око. Это вот оно, всевидящее око, вот здесь вот, на своде вот этого окна. Ну, какие вот дела. А это какой-то растет ягода, то ли ягода, но это не рябина, может быть, даже ядовитая. Вот такими вот камушками вымощена дорога в сторону музея. И недалеко спит кот. Похоже на нашего тиграша. Похоже на это не тиграша, это точно. Музей появился после революции в 1918 году. Потом он неоднократно подвергался критике за то, что, ну что у вас в музее? Ну вот есть у вас краеведческая часть, ну вот медведя, например, да? И всякая жизнь буржуазного общества. Нет чего-нибудь революционного, да? Ну, короче говоря, очень сильно переделали. Но сейчас он уже не тот, да? Его вернули, значит, в приличное помещение. Тогда-то его в храм переводили. А это вот те самые сенсационные находки начала 2000-х годов. Это, видимо, бизон. Он был с четырьмя лапками. Две лапки у него отломаны. Левые лапы у него отломаны. Вот такое вот замечательное живое существо. Животное милое. Вот. Между прочим, там у них есть отзыв некой дамы британской, хранительницы британского музея, как раз по этой части. Она говорит, ну что? Это вот, это как Джаконда. Вот такие слова она там говорит, но правда на английском языке. Ну, кстати, обратите внимание. Вот это вот, в общем-то говоря, палеолитическая Венера фактически, да. Какая-то такая крупная женщина с круглой головой, с хорошими сильными ногами. Сделан из кости, разумеется. Там есть такой объект внутри. Это вот как, значит, те жители тут, у них костер разводят, у них какая-то своя жизнь идет. Вот видите, вот они что-то тут шевелятся, делают. За ними можно следить, что они делают. Вот. Диорама. Общий облик Зарайской стоянки, представляете себе. А это вот костер, который там на этой стоянке откопали. Вот он здесь, пожалуйста. Сверху это художественные произведения. Вот эти камни. Да, это так типично. Ну и примеры, как это могли тогда обрабатывать. Вот, значит, сколы, каменные сколы, да. Вот как можно делать каменное орудие, каменные наконечники для стрел. Все как положено. Каменный инвентарь Зарайской стоянки. Вот он, бизон с хохлом. Вот там справа полиолитическая Венера. Костяная индустрия Зарайской стоянки, так назвали. Там еще загадочный объект, такая типа затычка с дыркой. Круглая идеально, да. Как на токарном станке точеная. Череп шерстистого носорога. Вот. Дальше пошли мы. Он не столько кривический, сколько историко-художественный называется музей. У него такой титул. Регулярно действуют выставки. Вот тут выставка такая вот красивая, разных изделий. Помните, в тот раз, когда мы первый раз были, там скромненькая выставка была местных художественников. И там были такие вот ребята, там типа картинки, ну, как детские нарисованы. И про каждого из них написано, было прочувствовано, художник какой у него. Особенно потрясла картинка такая вот. Она взрослым человеком была нарисована. Там нас что-то танки черные ползут, самолеты летят. В общем, там стрельба. Все как положено. Вот такая была картинка про войну. А это вот керамика, да. Замечательная, интересная керамика. Искусство в ремесле. Путешествие узора. Вот она, выставка по 20 августа. Может, еще успеете, если захотите. Они там регулярно обновляются, это выставки. Что-то такое южноамериканское, как в этом было там Куа-Циак, или как оно так называлось. Батарея разряжена, называется. Видите, у нее вот батарея разрядилась. Подключите зарядное устройство. Из современной жизни. Это, кстати, Суздаль изображается. Это батик или батик с изображением Суздаля. Тоже такой милый, тихий город. Там только вот так вот жить, уединившись от мира. Что называется. Это так вот в духе серебряного фантазия, в духе серебряного века, да. Прикольно, правда? Изображук и еще кто-то там изображен. Это называется «Война и мир». Это из керамики. Керамические чашки эти выполнены в виде касок, да. И там, значит, узоры, использующие самые разные, значит, практики, да. Как там бурятскую, еврейскую. Ну, в общем, от евреев до бурятов, да. До бурят. Русский, казахский, белорусский, узбекский, украинский, бурятский, латышский, еврейский, французский, калмыцкий, японский, английский, немецкий, грузинский, армянский орнаменты. Вот, пожалуйста. Сколько всего нагородили. А это называется «Воспитание зайца». Что-то я так и не уловил смысла в нем, да, в воспитании, что вы там воспитали этого зайца. Вот так вот, посмотрите, симпатично очень выискиваетесь. Воспитаете с Тамарой, внизу надпись «Естественно» на грузинском языке. «Естественно» на грузинском языке. А это, кстати, из камня сделан, шамот, да. То есть, ну, не из камня, это керамика такая, шамот называется такая керамика. О, какие монстры такие, правда, прикольные? А это хавры полосатые, жарвы полосатые. Задние ноги с лапами, передние ноги вот такие вот. Там какие-то чудища из, не знаю, чего это. Война этих самых, ну, как звездных войн, что ли. Вот такие вот дела. А тут такой калаш, с одной стороны, вроде как, это как будто березы какие-то, да. А если там красно, там на самом деле видно пейзажи какие-то городские, небольшие. Да. Впечатляет. Так, ну, это уже, по-моему, там, вот, часы, между прочим, ходят. Вот, видите, идут часы. А это называется ржавые корабли. Ржавые корабли, керамика, одиннадцатый год. Сообщенность в этом музее. Где они стоят, не на песке, что ли, как в этом Корольское море, высохшее. Наверное, там впечатлялись. Так, ну, а это всякий быт, простите меня. На второй этаж поднимаешься по чугунной лестнице. Тогда была такая практика делать чугунные конструкции в домах. А потом эта практика была признана пагубной, потому что в случае пожара чугунные конструкции лопались, остальное сохранялось. Телескоп, якобы французский. Очень может быть, но в нем нет линз нигде. Ни вот в этом гиде, которым наводят на нужное место, ни здесь, ни в трубе. Нет. Портреты, писанные местными безымянными художниками, это портреты купцов. Возможно, что их выполнял какой-нибудь специально обученный крепостной и зарабатывал деньги для своего барина. Очень может быть. Библиотека, да, тут всякие вот книги. А вот эти весы, между прочим, сделаны на Аляске. Да, вот они, сейчас мы покажем вам. Северная Америка, штат Аляска, десятые годы двадцатого века, металл, литье. Еще и реставрацию произвели им. Да. Много таких всяких чудинок из, как это, дворянского быта, таких симпатичных, ненужных вещей. Вот тоже какой-то крепостной писал портрет некой семьи. Еще одна семейка, тоже неизвестный автор. А вот это, я не знаю, это может быть и известный автор. Нет, да, портрет Бибикова, это известный автор. А там вот Анкноуэн, артист, известный артист. Куча местных, но это уже приглашенный европейский мастер писал. Тут, по-моему, в основном Голицын. Володил я в расчет, недавно в расчет двух князей Голицынских. Прелесть, как вели себя. Как Лева Задов говорил. Вон какая курительная трубка, да, чубок какой. А это вот легендарная история, как упала с колокольни, а землю заразилась в Зарайске. Вот она, жена сына князя, да, с его внуком. Вот она за ней гонится, она с колокольни упала. Княгиня Евпроксия. А вот это строительство корабля «Орел». Это первый боевой корабль. Ну, как-то так вот на «Орла» не похоже, какая-то ладья на самом деле. Почему, причем есть «Орел». А вообще «Орел» построили на оке около большого села Дидинова. Вот. Ну, это первый корабль. Он, кстати, верно служил, был предназначен для борьбы с, так сказать, волжскими пиратами, да. Вот. В отличие волжских пиратов от «Пиратов Карибского моря» я как-то уже говорил. А это наш замечательный художник Абакумов. У него очень много картин было в Заройске. И вспомните, я рассказывал вам про выставку Абакумова, которая была в школе акварели Сергея Андреяки. Замечательная была выставка. Вот семейка покрупнее. А вот видите, слева «Моя нога». Она положена было быть и в Бахилах. Она была в Бахилах. Вид на Зарайск картина такая. Там, так сказать, такая маленькая смесь такой маленькой третяковки с маленьким пушкинским музеем фактически, да, в ми имени Пушкин. Здорово, мне понравилось. Вот такие там люди любят культуру в этом городе. еще помните, мне также понравился в городе Сердобске. Не знаю, я там давно уже не был, наверное, лет 40, лет 30, наверное, не был. О, замечательная какая картина, да, пейзаж. Горы, протыкающие облака, и все это видно издалека. Замечательная картина. Просто прелесть. Осень в саду называется. Когда-то такие вот утюги считалось, выбрасывали мы, а сейчас это музейная вещь. Туда угли заполнялись, и они там тлели, горели, нагревали утюг. Все как положено. Там есть еще раздел, называется это вот открытое фонда хранилища, да, то есть вот просто лежат Навальные без надписи, без ничего. Хочешь, посмотри, вот они стоят на полках. Фонда открытого хранения называется. Зарубежное искусство, пожалуйста, 17-20 веков. Абакумов. Прошли дожди. Кстати, на фотографии она выглядит как-то веселее, ярче, чем в жизни. В жизни она покрыта потемневшим лаком, а вот мой фотоаппарат этот лак как-то не заметил. Вот картинка, мне потом будет покрупнее она, это вот погрузка рыбы в порту голландской живописи. Радостные счастливые девушки тащат телегу с рыбой. Ну, представляешь, как фальшивой жизни изображали. Таскать телеги с рыбой тяжеловато на самом деле. Как будто в Пушкинский музей пришел посмотреть такие картины. И это там тоже есть. Ну, книг там в Пушкинском музее я особенно не видел, кроме кабинета директора. А это вот интересный очень пистолет капсульный до 19 века. Это вот здесь бронт трубка, на ней надевается капсюль, такой колпачок маленький капсюльный. Называется капсюль центробой. До сих пор их производят для охотничьих оружий, но сейчас они в патрон вставляются. А раньше надевались на бронт трубку, сдуло заряжается порохом, потом туда пыш, пуля, и бабах, вот так стреляют. Никакая полка не нужна, ничего, не отсыреет, произойдет, чем при таких вот кремневых пистолетах. Ну, как видите, коллекция очень такая разнообразная. Да, симпатичная, интересная. Все такого музейного качества, как говорится. А вот из чего эта ваза? Ваза, парфир, металл, точение, точение шлифовки, литье золочения, око. мужской портреты Западной Европы, следы, по которым он был когда-то сложен. Пейзаж. Конечно, вот, жил бы я в Зарайске, я бы регулярно гулял бы там. А это современный художник выполнил, королева Елизавета, имелось в виду первая Елизавета, не вторая. На керамике выполнил. Так, это, значит, святое семейство, сцена в морском порту. Вот она, это сцена в морском порту. Каких времен-то? Восемнадцатый век Франция. Это прям как трон корольца, королевы. Между прочим, вот, по этой части этот музей, по-моему, побогаче, чем рязанский. Все-таки в Рязанском музее там Запад представлен послабее. А это японские вазы. А тут фантазия на эту японскую тему уже современного художника, милосердовой Анны. Батик или Батик. Я так ходил по разным залам, вот так вот поглядывал, пофотографировал. Ижевская МФ. Что такое? Вот это вот называется весы такие, да? Да, не знаю. Моя бабушка на таких взвешивала сено, когда покупала. У нее она коз держала. Вот оно, значит, магазинчики продают, как видите, вот этого буйвола бизона, сумочка в виде бизона и точные измерения зарайского бизона. Что это значит, я не знаю, какие-то точные измерения. Линейка деревянная бизон, 150 рублей. Фигурка латунная, 600 рублей, пожалуйста. Солдатик оловянный, 600 рублей, пожалуйста. шарик новогодний, 9 сантиметров, 4,5 тысячи. Ну, вот, выйдя из зарайского Кремля, там вот ремонтируют они набережную, которая называется набережной реки Осетр. Вот, но тут рядом стоят шикарные дома, шикардосы. Вот так вот можно посмотреть, как делается ливневая канализация. Вот она ливневочка. Вот. Шикардос, шикардос. Вот таким то ли это искусственный камень, то ли я не знаю еще чего, но вот им мастят. Да, это памятник Пожарскому Дмитрию. Когда-то здесь был воеводой. Служба нес. Небольшое заведение, где пекут пирожки. Вот тут вот не успели выпилить лобзиком еще несколько губерний, вновь присоединенных к Российской Федерации. Вот пока осталось вот так вот через пролив очень широкий Крым. Вот. А это вот справа этот кекс называется Достоевский. Там Достоевский, еще кто-то и апельсиновый. Вот. Три кексика. Обратите внимание. Все они были съедены. А для того, чтобы эти кексики производить, вот видите, указаны все страны мира, откуда к ним привозят какие-нибудь специи. Там сзади, там внизу в отдельной графой написано, что именно с них привозят. Из этих стран. Какая-то африканская деревушка изображается, жирафа. храм. Главный храм города. Вот мы туда не зашли. А это растет яблоня. Ну, у нас ее называют китайка, а в Сибири называют аронетка. Это вот прогулка. Теперь дополнительные вам фотографии по городу. Наслаждайтесь заполнениями. Вот те самые японские вазы. Вот та самая королева Елизавета. Это мальчик из открытого хранения в лопоточках идет. Это детишки играют на чем попало. Какие-нибудь такие, как это называют кутти, что их называют. Вот. Симпатяга такая. А вот они бесселые, счастливые, голландские грузчицы рыбы. Только я не понял. Вот слева которая везет и улыбается в сторону. А это что-то придуряется. Нашла себе придурочную работу улыбаться. Вот тут лучше получилась фотография этой дамы. По-моему, Келлеры фамилия. Там у них было имение Келлеров. Вот рядом с Бархино, где-то там Притыка, Бархино, вот такие два места на Оке. Раньше они всегда считались каким-то таким дачными, дачными, но на Притыке я был только один раз в Бархино ни разу. Королевна. Да. Ай, что, давай дружить, говорит покойник. Вот они всякие гонзилы. Касочки. Вот он серебряный гонзилы. Прям бенуа какой-то такой. Хорошо с ним это, да? Черное и красное. А это вот тот самый всевидящий глаз, который был обещан. Вот он. Вот ресторан, история, что ли, да? подошло к концу. А, нет, не подошло к концу. Кстати говоря, город, много людей там родилось исторических, например, маршал Мерецков. Не забывайте, что маршал Мерецков до Жукова был начальником генерального штаба. Маршал Мерецков. Вот. Его сняли, заменили на него. Ну, больше известен маршал Мерецков не тем, а тем, что с ним делали, когда он был в застенках НКВД. Вот этим он почему-то очень хорошо. Вот тут в городе пока показаны эти вот всякие местные достопримечательности. Вот напорная башня, например. Вот он, Кирилл Афанасьевич Мерецков. Так, гражданская война. На счету полководца крупнейших боевых операций Великой Отечественной. Награжден был за победу над Японией. Командовал когда-то там, да, собирался. А вот гражданская война в Испании участвовал в Советско-финскую войну, командовал, освобождил Выборг с августа 1940 года начальник генштаба, с января 1941 года заместитель наркома обороны. Ну, он успел посидеть. А тут это выбросили, да? Ну, понятное дело. Что об этом говорить? Хорошо, что вы не знаете, чем он известен Виктор Николаевич Леонов. Он был, дослужился до капитана первого ранга, то есть, как полковник. Три звездочки, два просвета. И он возглавлял морскую разведку. То есть, они вот там разведчики на катерах, все такое прочее. Закончил на Тихом океане войну, естественно. Вот они чтят и помнят. Вот Пономарев, кстати, Борис Николаевич был в наше время такой. Он из Зарайска. Да, в 95-м году умер. Это такой был советский деятель. По-моему, был член Политбюро все-таки. Тут как-то заведующий международным отделом ЦК, герой соцтруда, академик академии. Ну, большой человек. Кстати, с ту пору у нас, видите, международными делами заведовал все-таки как ни крути академик. Хорошо ли, плохо. Заменитая актриса Спирантова. Ее голосом говорил капитан Дик Сэнд в клубе знаменитых капитанов. Ну, вот, кстати, на Спирантову как на живую, не как на Дика Сэнда. Можем посмотреть в фильме «Большая перемена». Она там одну из пожилых учительниц играет. Да, там же недалеко имени Достоевского мы там не были. Там были, оттуда родом были Бахрушины, между прочим. Да, купцы Бахрушины, Бахрушинский музей театральный. Знаете, здесь тоже есть музей Бахрушины. Мы там тоже не были. Да, вот такие вот дела. Зараянская стоянка, усадьба Гончаровых. Ну, тут, видите, можно много чего посмотреть на самом деле. Еще не все мы посмотрели. Так что, еще визит, еще будет, очевидно. Да, правильно? Ну, все. Спасибо вам большое за внимание к нашему скромному путешествию. Не забудьте поддержать нас материально. Мы познакомились, показали вам. Стоит съездить в Зарайск, я вас уверяю, да, как туристическое место, он очень интересен. Такой вот, ненапряженный. И в нем хорошо было бы жить. Ну, конечно, возможности не быть призванным в армию то там нет такой вот, да, но так вот жить тихонечко, спокойно, вдали от суеты, писать какой-нибудь роман в десяти книгах или оперу писать. Не оперу полномоченную, а в оперу там. И там еще можно заниматься там тихой книжной работой. Это ведь раньше для книжной работы нужны были библиотеки большие, а сейчас можно через интернет черпать информацию. Так что все очень даже интересно. Да, это вот там около моего уха книга Ханны Арнт стоит. Так что вот, имейте в виду. Внизу есть мои реквизиты. Можете подписаться ко мне на Бусти, там есть лекции по физике, по общей физике, по математике, по теоретическим основам электротехники. Есть курсы для подготовки к экзаменам по ЕГЭ, по физике, по математике. Огромные курсы по 36-15 часов лекций. То есть весь год можно по ним заниматься. И можете связаться со мной ВКонтакте или как это называется, Телеграм. и мы с вами можем, может, будем индивидуально с вами заниматься. По зуму, конечно. Вот. Ну что, целую и обнимаю вас. Всего доброго вам. Главное, деньги присылайте. Буду дальше ездить, путешествовать, рассказывать вам про музеи. Всех вам благ, до свидания. Это, кстати, у меня плейлист называется «Как я провел этим воскресеньем». Пока. Продолжение следует...